всем привет и вот уже как семь дней произошел ноябрь месяц и нам раздали у нас получается новые ассеты давайте посмотрим они из себя представляют данном случае это у нас готический так скажем фантазийный мир образно даже здание больше сказать так загружаем его и быстренько прилетим по нему как видите вот имеется вот такие вот колонны зданица честно говоря текстуры наложены так по-быстрому но я и даже предполагаю что это все сделано по-быстрому но кроме расстановки конечно же расстанавливать здесь они ну наверно заморачивались здесь как видите у текстуру есть определенные карты дома при отдалении которые становятся хуже и хуже да это все так и должно но и текстуру и тени конечно же тоже они проработали но судя по текстуру это у нас получается что что здесь что здесь некоторые нормали даже наложено однотипные некоторых местах но издалека выглядит круто так что берите берите давайте запустим посмотрим что что там внутри так давайте я запущу все таки не то нажал мне нужно было не овое окно так пробежимся здесь какие-то ступеньки в темноте но слишком темно ничего не видно если включить аналит на клавиши f2 да то есть мы можем примерно смотреть что здесь вообще внутри происходит освещение они конечно не задумались но снаружи все выглядит шикарно единственное окна на окнах ничего нету да ну все . мое почтение сотни тысяч миллионы полигонов как говорится у нас все в глазах давайте посмотрим по шейдерам но шейдер относительно хорошие единственное вот в этих кустах какие-то проблемы но и в инскейпе что они так тоже трава но трава и манский там проблемы есть какие-то нагрузки идут но эффекты принципе более-менее нормальные темно-красный это это даже хорошо это вот эти у нас точечки которые создают типы имитации пыли так ну в общем здесь однотипно просто расставлено все как необходимо и некоторые даже запеченные смотрите то есть не все отдельно здесь отдельно здесь уже как-то сделали запеченные статические мыши ну и башенки у них тоже запеченные я не знаю зачем облака они сделали такого цвета но в инскейп это у нас хай мапа тоже кстати можно использовать правда размеры какие-то непонятные 6000 9 10000 есть свои нюансики на но здесь еще скейл увеличенный а может посмотрите второе это у нас рогу лайк мультиплеерный режим с элементами бонусов и так далее сейчас давайте посмотрим так это у нас давайте я включил его чтобы я быстренько нашел так здесь есть у нас лобби демо демо давайте он меню давайте запустим меню так запустили мы меню здесь есть join game то есть уже созданные игры и host game вот можно на троих и на четверых ну и на единицу как говорится создать онлайн сетевая давайте создадим здесь есть выбор персонажей по заработанным очкам видимо да вот монеты которые как раз таки и здесь можно будет потратить выбор нескольких карт и и загрузка игры так персонаж у нас бьет моло . я что-то нашел ой левел так здесь можно выбрать новый уровень давайте скорость но они меня быстро достают конечно у меня убили я заработал 34 килл странно вроде как подзависла либо загружается меню не пока непонятно скорее всего подзавис но в общем эта штука понятно продолжим 3 анимает и диалог систем то есть анимированная до диалоговой системы давайте это мы закроем диалоговую систему запустим здесь у нас есть персонаж которым кто-то сразу подошел и начал диалог давайте мы нажмем продолжить здесь мы посмотрим как работает это диалоговую систему нажимаем f открыем дверь сохранение здесь у нас второй персонаж который может куда-то нас отправить видео это видимо как раз таки видео на эту систему разработчик сюда сразу диалог поставил и показывает как настраивать ее и добавлять новые так скажем текста так здесь мы не закончили нажимаем контент давайте пробежимся то есть там мы можем выбирать текста и принципе я полагаю здесь тоже самое да да здесь тоже самое просто какой-то выбор ага поручаю еще с озвучкой и 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 система надеюсь отличная если что юзайте но и здесь все то же самое по сути так можно с ботом поговорить и что он нас куда пошлет а он у нас может послать на документацию если что можно пройти сюда и текстовом варианте смотреть как это работает так 4 это у нас props и небольшого продуктового магазина сейчас мы и мы тоже загрузим так это у нас давайте приостановим и превью сцен на это вот она здесь имеется тумбочки всякие стеллажи владельники продукты соки чай говорится рыбы и морковки здесь техника весы рекордеры какие-то видимо камеры стол игральные карты в общем в общем много чего дверьки это видимо туалетные части до типа сушитель так это у нас газовые отопление вентиляции а по ну вот здесь конечно немножко тупо только с одной стороны эти ворота работать не смогут то есть они только закрыты но вот таких два пара почему-то у одного колес нету странно и деревьевица так у меня что-то здесь ругается а все понятно это от этого персонаж давайте включим сеточку пробежимся но по сетке более-менее все нормально по шейдерам сейчас он у нас просчитает да по шейдерам отлично но кроме вот этих частей что это а это прозрачные стекла слишком белые почему-то они можно было и на красное заморочиться и сделать ну в общем диалоговая система здесь не отрабатывает видимо что то еще надо ставить и перейдем к пятому это у нас лоу поле город такая детская детская такая штуковина конечно очень лоу поле не она с другой стороны принципе симпатично можно что-нибудь интересненькое сделать сюжетом типа попал кубический вот такой мир из реального в общем давайте здесь мы выставим персонажика то у нас опять будет материться ругаться на давайте такое выставлю так что у нас здесь я бы конечно хотя нет ладно лоу поле да это лоу поле стопроцентно просто сетка из-под вэндскейпа тоже как-то слишком влияет ну я уж надеюсь что шейдеры здесь нормальные иначе иначе было бы совсем плохо реально отличное все единственная лишь проблема это может быть либо в освещении либо еще в каких-то элементах здесь по остальному все нормально так в дома войти нельзя если кому-то это интересно машины естественно тоже пустые да в общем вот такой вот городочек просто если делать вход в какое-то здание то необходимо будет загружать где-то рядом допустим какую-то локацию отдельно и переносить персонажа туда так с этими бесплатными ассетами которые чисто на месяц раздаются нам мы закончили и далее мы посмотрим те которые раздаются бесплатно но возможно некоторые из них уже платные версии стали может быть их вообще убрали это вы сами посмотрите это все что я смог найти и забрать здесь у нас трассировка ближнего боя идет это все настраивается здесь вот здесь показывает как трассировочка тут проходит видите да определенными отрезками и здесь показывает точками зелеными туда где было совершено попадание по коллизии далее у нас это что как работать с динамическими агфx в анреле в общем агфx вот это да он симулируется своем так скажем движке вот этом и сюда делается взаимодействие в общем как видите вот эти провода на них взаимодействовать с какими-то элементами вот если здесь посмотреть провода лежат на поверхности вот этих бочон очков здесь ко мне тоже имеет свою какую-то физику видимо тоже отрабатывает в общем надо смотреть что это и себя представляет далее диналипс плагин плагин которая будет на симулировать движение губ по звуковому сигналу но с помощью love link я так предполагаю так да с помощью интеграции live link то есть необходим айпад айпад и тому подобные айфоны чтобы это все запускать так коллизин с этим дебаггер то есть вы можете настроить на примитивные компоненты оповещение о коллизии да да то есть здесь вы настраиваете на какие-то элементы и вам высквечиваться допустим на оружие коллизия такая такая-то воспринимает никаких коллизии здесь написано блокирует почему-то хотя коллизии нет а ну возможно настройка была на блокировка но поставили нет коллизии и здесь в общем все то же самое прописывать и получается появляется новая айф конфиг с помощью которого настраиваются далее это у нас плагин которая создает быструю установку так скажем интернет страницы загрузки интернет страницы здесь прописаться и на виджете выставляете май лук веб и естественно он покажет вам страницу прямо вашем виджете рынок reaction квест о это андрей раздает в общем здесь много всяких квестиков которые вам необходимо допустим решить чтобы какие-то элементы открывать и там получать какие-то бонусы если вы придумаете такую систему да то есть на смысле реализацию что будет по истечению данного действия здесь вот передвигается эта линия и надо попасть вот на этом элементе допустим чтобы продвинуться на ступенечку выше так скажем если вы не сможете продвинуться где-то здесь допустим или здесь то вы спускаетесь до первого и продолжаете снова в общем открытие дверей отмычками ну и какие-то видимо а ну здесь тоже вот вот этот элемент ходит и нужно нажать на кнопочку именно там где будет вот эта красная линия в общем здесь очень много таких действий забирайте пишите отзывы андрею будет приятно теперь у нас dungeon playable дэма это в общем что это это вроде как так что это что это но это я предполагаю какой-то сплайновые туннели но не совсем конечно верно могу предполагать в общем какие-то туннели которые будут оптимизированными как нам написано здесь ну возможно да здесь не так слишком много полигонов единственное что какие-то элементы его и фикса могут подъедать и что-нибудь иное в общем берите элементики достаточно симпатичные можно куда-то запихнуть какой-нибудь подземелье создать это у нас чат легкий чатик то есть вы можете создать свой чат я предполагаю что он сетевой давайте посмотрим до мультиплеер есть естественно для сетевой и для интернет игры вы можете его поставить так это у нас клэриус клэриус он объединяет блупринты в один эктор в общем из нескольких бипи и управлять файлом и конфигурации что-то что-то не очень понятное и описание как говорится здесь вот она читать c++ многопользовательской игры на стороне сервера загрузка чего-то там в общем интересно но непонятно так здесь у нас что-то с VR связано я так предполагаю загрузка да да для быстрой загрузки VR проектов наверное интересно но никто не знает ни у кого нету VR так facegood control rig это у нас для контроля метах юмана это получается в реал тайме да это персонажа передвигают интересно как передвигают но как костюм или что-то иное здесь пока непонятно так здесь у нас компонент стамины показывается ноды уже готовые которые вы можете использовать так и при этом еще какие-то настройки ускорение видимо а ну это видимо как раз таки стамина которая же влияет на скорость передвижения персонажа VELOX NEIRON MACHINE LEARNING так интересная конечно штука встроенная библиотека ONNX RUNTIME это получается типа нейросети что ли которая из фотографии вырезает персонажика и делает маску с вырезом непонятно ну да прикиньте это если еще и это видео можно обрабатывать таком качестве было бы прикольно да я предполагаю даже видео реально автоматом будет формировать вырезы интересно так здесь у нас 3d видео для обработки да в общем плеер который обрабатывает 3d видео с помощью то же самое айфона тоже да прикольно конечно типа персонаж садится в автомобиле хотя это обычное видео да интересно конечно это использовать ну я думаю что мало кому это и будет необходимо заморачиваться сначала снимать видео где-то и потом подгонять под 3d модель так это у нас game link вводите в редакторе изменения и видите в упакованной игре интересно то есть я предполагаю что он меняет нам только те элементы которые мы именно изменили то есть видимо формирует пак файлы какие-то определенные размеры либо что-то еще делают в общем очень большое количество сейчас мы только на половине да это у нас плагин отладки в общем клиент сервера если не можете не знаете как пользоваться c++ ну типа да если вы не знаете как пользоваться c++ вам нужно зайти в c++ и прописать некоторые классы шутка ну возможно вот с помощью этой ноды это будет гораздо легче так game flow вот это я кстати не понял что это такое позволяет создавать конечные автоматы и настраивать их для различных целей что вот это такое что за автомат которая game меню idle да то есть создает это виджеты видимо он формирует переходы на виджеты с помощью данного графа это конечно интересно но непонятно здесь бы самое первое надо посмотреть видео как это работает ну возможно это необходимо я конечно забрал так remapper simple input remapping систем в общем это переназначение клавиш вашего проекта с помощью enhanced input я предполагаю ну так все заносится в таблицу данных это конечно интересно что это кроме того что необходимо в обычном импуте прописать нужно еще потом будет в таблицу прописывать это конечно весело но я не думаю что это необходимо так здесь у нас утилита которая операция что эффективно печатать и не щелкать мыши что то ну это ну это типа вызов командной строки а может быть и нет ну в общем видимо в самом редакторе нажимаете правую клавишу мыши и или какой-то мышью и можно вызывать какую необходимую деталь либо ноду с помощью комбинации клавиш alt f3 но я предполагаю это у нас стандартные нажатии клавиши саб систем конфигурэйшн это вот стим айпи а пи точнее будет не айпи а пи с помощью вот этого плагина то есть здесь вы прописываете айди стим версии своей игры но и далее настраивается здесь возможно она тоже необходимо и интересно но надо осмотреть на видосик как настраивается как работает и почитать отзывы кубмак кубмап экспорт в общем он берет наш hdri формат и видимо экспортирует png jpeg bmp xr и hdr либо сам кубмак которая находится или создан был в анрири ну может быть и это необходимо если допустим хотите что-то отредактировать видимо для этого так это у нас часы сетевые часы которые обновляются видимо а часы обновляемые по сети но как в операционной системе то же самое настраивается видимо какой-то сервер либо он уже настроен и просто соединяется сравнивает время сортировка массивов типа интеджер и типа float сортирует в определенных значениях локальзит и бидингс определяет тип клавиатуры ваших игроков то есть если у вас в настройках стоит допустим русский или английский язык то есть этот плагин определит на каком вы языке и возможно будет сообщать именно название тех кнопок которые вам необходимы вещи интересненько я бы воспользовался если вы делаете игру на представим что на вот этих пяти языках 4 здесь сколько языков 17 английский французский немецкий вьетнамский турецкий шведский испанский русский португальский польский корейский японский итальянский греческий китайский и традиционный китайский и арабский я предполагаю он даже соединяется с гугл возможно даже до здесь у нас раздают иконки больше 265 7 размер иконок 512 на 512 здесь одежды руки шлем всякие это обещу речки которая надевается на тебя и всякое оружие далее у нас еще элементики но здесь у нас колбочки тоже 155 штук также размер 512 на 512 так и двансы дедикейт серверов это я вообще не понимаю что это такое многопользовательский режим сервера в анриал энджин чего в общем типа создавайте сервера где-то в анриал энджин пока непонятно но здесь подписка 7 долларов в месяц пожизненная скидка в 35 от обычной ставки а то есть пожизненная скидка в 35 на обычную ставку в месяц отлично супер хорошая взаимоношная система так из импорта в общем это импортеров так скажем из файла оси прайта это программа для создания анимации в 2d и то есть вы получаете оси прайд файл он считывается этим плагином и сразу автоматом вам создает эти из головы уже постоянно вылетают название эти спрайты которые формируются во фликбук ну и последнее это у нас плагин которая создает поддержку в общем а дебиси для выполнения инструкций в базе данных я моё микрософтский сиквел сервер в общем насчет о дебиси я никогда не слышал потому что я не особо с этими серверными так скажем базами данных работал максимум с чем я работал это масик ел и сиквел вайт все все остальные для меня это она и фарба из какой-то вроде все остальные для меня это что-то что-то в лесу который я не ходил в общем на этом все пишите что вам из-за этого больше всего понравилось было ли полезно вам вот эти пять раздач которые нам раздали в этом месяце в общем до до скорой встречи всем пока